Экологически чистый вид транспорта уже не первый год шлет сигналы бедствия. Чебоксарское троллейбусное управление работает в убыток и имеет большие долги. О вариантах спасения предприятия в нашем сюжете. 45 миллионов рублей убытков за три месяца. Перевезенных пассажиров чуть более 13 миллионов. Показатель за этот период меньше прошлогоднего. Не помогло пока даже и увеличение стоимости за проезд. Статистика, связанная с внедрением системы безналичной оплаты, более позитивная. Доля пассажиров по безналичной оплате проезда составила 21,7%. В том числе в марте она увеличилась до 40%. И хотя выручка предприятия возросла, в целом на ситуацию это не повлияло. Оптимизация тоже не дала ожидаемого результата. Большие траты предприятия на электроэнергию. Одна из мер – запуск новых троллейбусных маршрутов в районах Садово и Новый город. Шанс на спасение появляется и с возможным сокращением ряда коммерческих маршрутов. Заканчиваются договора на перевозке по семи маршрутам. Это 60-й, 60-й К, 48-й, 49-й, 51-й, 56-й, 59-й. В мае этого года нам нужно сегодня понимать, сможете ли вы обеспечить перевозку пассажиров с учетом сокращения автобусов малой вместимости или с учетом сокращения маршрутов. В столице продолжится анализ и межмуниципальных маршрутов. Во многом они дублируют городские. Окончательные решения будут приниматься с учетом мнения жителей города. Об оптимизации маршрута транспортной сети города говорили давно. Эксперты Санкт-Петербургского НИПИТРТИ уже подготовили предложения. Их обсудят в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.